Текстовую информацию и анимационное изображение. Получилась своего рода светомузыкальная установка. Неудивительно, что ЛИД-ИС, так назвали прототип, это совместный проект с музыкальным видеосайтом. Автомобиль уже успел поучаствовать в съемках музыкальных клипов. Вот только у нас в ГИБДД могли бы быть проблемы с получением документов. Почему? Ну, потому что в техпаспорте пишется цвет автомобиля, а здесь то, что писать. Цвет не установлен? Ну что, пусть перестраиваются. Другое дело, что они будут ввлекать других водителей на дороге. Но некоторые автомобили иногда получаются настолько удачными, что их начинают выпускать в странах под разными брендами, как в случае с американским Dodgem Stealth, двойником японской гран-туризмы от Mitsubishi. В 1990 году концепт-кар Dodge получил в США призовое место в номинации «Лучший прототип года». За 6 лет было выпущено всего 35 тысяч таких ярких спортивных машин, потому обладать одной из них было большой удачей. Близнецы встречаются не только среди людей, но, оказывается, и среди автомобилей. Это подтверждает история автомобиля сегодняшнего теста. В 1990 году японская компания Mitsubishi Motors выпустила заряженное купе 3000 гран-туризму. Оно получилось настолько привлекательным и удачным, что было принято решение выпускать его и в США. На производственных мощностях Chrysler Corporation под именем Dodge Stealth – невидимка. У него низкий, менее 1,3 метра, широкий, клиновидный, обтекаемый кузов. Четыре выхлопные трубы, сильно наклоненное лобовое стекло и радикальный красный цвет вызывают восхищение. Американцы отличают бамперы, наличие противотуманок, боковые накладки на двери, задние фонари, низкий спойлер, расположенный сразу за задним стеклом. Этот экземпляр из ранних. У него убирающиеся фары. В 1993-м их заменили неподвижными. На всех версиях машины устанавливался трехлитровый, шестицилиндровый, V-образный, 24-клапанный двигатель с четырьмя распредвалами и многоточечным впрыском. Наша американская версия оснащена двумя турбокомпрессорами и интеркуллерами. Она наддута до 320 л.с., разгоняющих машину до сотни за 5,5 секунд. Расход топлива до 25 литров 95-го бензина. Внутри просторно. Полноценных мест тут два. Сзади виднеется крохотный диван. Туда можно втиснуть двух детей или одного взрослого. Везде применены сервоприводы. Руль с аэрбэгом и кнопками управления аудиоаппаратурой. Приборы круглые, стрелочные. Часть из них утоплена в колодце. У кондиционера необычный для тех лет цветной электронный дисплей. Запускает двигатель. Интересно то, что звучание его выхлопа можно настраивать. Коробка передач механическая, пятиступенчатая, что совсем не характерно для Америки. Походка у доджа плавная и мягкая, как у кошки. Низкая распластанная машина отлично держится даже за заснеженную дорогу всеми ведущими колесами. Повороты проходят без крена и попыток сорваться в занос. При торможении машина тоже ведет себя идеально. Не клюет и не пытается уйти в сторону. В 1996 году сборку этих японских американцев прекратили. А их близнец Mitsubishi 3000 GT выпускался еще три года. Было выпущено два поколения этих машин. Жаль, но их биография пока на этом закончилась. Впрочем, никто не знает, что будет завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова